ну что господа восточные ворота узбекистана или по простому говоря город антижан ну и в первую очередь конечно же я направился комплексу джами смотрите какой шикарный большущий с огромными наветами круто круто я подойдем поближе не вы знаете оказывается я перепутал то место где нельзя снимать это мечеть диванобой но как бы на самом деле ничего не меняет потому что я честно говоря не очень понимаю почему там нельзя снимать при том что я даже внутрь самого мечети не заходил короче какой-то странный тип ну реально как бы я не знаю я сколько не был не знаю в других каких-то православных храмах блин слушайте в таджикистане был я вот и в действующей мечети да вот я там как раз про это говорил это было как раз перед молитвой я у них спросил можно поснимать они сказали ну как бы да пожалуйста обходил поснимал как бы еще никаких проблем здесь как бы никаких молитв ничего там типа не там людей даже нет просто какой-то какой-то один чел подошел такой тут горит нельзя снимать я говорю почему я не знаю окей это просто бред какой-то вот а комплекс джами собственно говоря вот он тут как бы чуть-чуть подальше получается он рядом комплекс джами включает в себя мечеть медресе именно ред культовые сооружения были построены на рубеже 19 века мечеть джами расположена в западной части комплекса строительство здания было завершено в 1890 году это прямоугольный зал окруженный айванами с трех сторон главным украшением мечети является изящная резьба на деревянных колоннах главный фасад здания имеет 26 больших арочных пролетов минарет джами доминирует над окружающими сооружениями длина этой грандиозной постройки 32 метра в середине ствола имеется одна кладка с узорным геометрическим орнаментом самый верх минарета украшен кольцом из глазурированной плитки голубого и синего цвета постройка медресе джами была начата в 1883 году и закончена в 1890 длина медресе 123 метра это симметричное здание с фасадом обращенным на восток башни увенчанные фонарями расположены по углам высокого портала к сожалению северная и южная часть здания не сохранились до наших дней купол здания украшен мозаикой сине-голубого цвета медресе джами является самым высоким не только в андежане но и на территории всей ферганской долины даже что-то типа столовой есть я даже сначала зашел внутрь а потом понял что на завтраке объелся человек отдыхает так вот потом вспомнил что объелся на завтраке и такой не я пока не готов здесь вот такие вот бронзовые скульптуры не бронзовые они просто покрашены ой что-то поплотела снежной королеве это же снежная королева наверно короче волк тут значит заяц тут кролики бедьмот я что-то не очень понимаю смысл этого всего здесь наверное наверное какая-то выставка проходит или что-то такое то что на потолке конечно да потолки так расписано что глаз старовать невозможно постоянно хожу рассматривают и радуюсь здесь вот знаете такое ощущение вот смотришь наверх это как будто это книжки такие в ряд стоят реально как будто книжный шкаф только почему-то на потолке цвета конечно прям вообще и на самом деле кажется что камера так как бы эти цвета не передает как они есть короче приезжайте и смотрите знаете когда искал информацию про антижан наткнулся на дом музея ахманбека хаджи купца гостевой дом а он весьма прикольный с точки зрения ну как бы интересно было короче посмотреть но я не нашел его нигде ну не в яндексе не в дубльгисе не в гугле нихрена нету короче информации где он находится но я нашел улицу этого в честь ахманбека хаджи и вот пытаюсь найти музей либо я надеюсь что он здесь либо есть еще другое место но не знаю не уверен на самом деле о интересно вижу какую-то интересную деревянную какую-то интересную деревянную башенку может это он нет не он там написано все по такси из того что написано что там про пенсионеров надо пенсионный фонд местных пошел я почти до конца этой малоприятной улице и есть у меня подозрение что нет здесь никакого дома музея здесь это конечно звучали очень очень логично как бы называть улицу меня в честь человека а дом музей которого расположен не на этой улице мне кажется странно ну да ладно малоприятная улица она знаете почему потому что она достаточно узкая но здесь вот она более-менее расширилась как бы еще более-менее хотя бы тротуар появился но большую часть времени тут никакого тротуара нет уйдешь по дороге а дорога узкая и постоянно идет машина но явно дело вы мои ошибки совершать не будете и не будете ходить по этой узкой улице потому что здесь здесь ничего нет будем искать дальше это я получается обошел вокруг парка алишерного и знаете что прикольно то что он хвойный тут хвойные деревья ростник что не может не радовать вообще я в него пошел я сомневаюсь что здесь прям что-то сильно интересное есть я в него пошел потому что когда шел с той стороны как раз на входе было написано что здесь есть пловная а я что-то уже жрать хочу ну какой там орел сейчас пойдем орла посмотрим так вот будет круто если здесь реально есть пловная но что-то у меня такое ощущение как будто нет ничего себе тут какой стадионище прям трибуны сцена какая-то стоит интересно это выглядит ну да прикиньте там трибуна здесь везде трибуна типа такая сцена и по бокам фонтаны не ну затея это крутая о нифига себе тут их короче затея крутая жаль что фонтан не работает ну наверное летом я надеюсь летом он работает так конечно круто прикиньте какой-нибудь концертик бахнуть прям четенький нормальненький металлика бы сюда приехала как думаете какая вероятность что металлика приедет в андижан выступать вот тут фонтанами на этой прекрасной трибуне прекрасной сцене рядом с этим прекрасным орлом вот этим интересно что он символизирует ну я просто как бы что-то нигде не видел чтобы орел был символом андижана хотя может я конечно хреново смотрел как говорится если кто чего не видит значит там хреново смотрят а тут видимо такой каскад фонтанов который конечно тоже сейчас не работает потому что на дворе второе ноября ой смотрите какие какие заросшие штуки заросли мхом и водорослями это нормально ничего страшного это я не придираюсь это просто интересно не видел никогда такое наверное перед летом обслужат и будет как новенькая так хочу с пловом-то надо искать плов похоже кто-то забыл циферки убрать с нового года как я уже говорил на дворе 2 ноября скоро наверно одну циферку поменяют как бы с троечки на четверочку и норм оставят классно хорошая идея экономная а тут кстати говоря вот на против комплекса джами здесь еще дом музей бабура есть но судя по всему его ремонтируют там внутри ремонтные работы люди тут снаружи думал в него зайти но видимо не в этот раз раз наверняка вы не знаете но бабур это основатель империи великих моголов он родился и вырос в антижане поэтому здесь ведь его дом-музей правда который который ремонтируют хотел ехать уже дальше искать дом купца этого самого но вспомнил что хотел еще посмотреть театр драматический театр имени бабура знаете я вот я могу так сказать этот театр лучше конечно смотрится издалека потому что если подходишь вблизи его рассматриваешь то конечно да было бы неплохо его наверное как-то отреставрировать побелить хотя бы что-то все тут такое немножко облезло и там вот наверху тоже он там наверно видно ну короче театр красивый со специфичными такими узорами стиле узбекском но но немножко немножко надо его хотя бы побелить просто чего непонятно чего его забором табыки что-то я как-то не знаю по моему раньше драматические театры там в ташкенте например да и везде они как-то его можно спокойно по периметру весь обойти а тут вот собор вообще я там еще жиралью какую-то увидел поэтому я тоже остановился хотя сначала смотрел такой жиральня какая-то прикольная думаю блин вот бы там остановиться поесть такой думаю ладно искусство прежде всего а потом смотрю театр ну это знак интересно зачем они белку поймали дедолага что-то на там но есть туда-сюда короче видимо плова мне не поесть нашел ему такую вот диалу яла и тут есть шашлык и фастут есть мороженое есть кофе нормальный так что пожалуй я все-таки здесь поем а только хрен еще знает где кофе найду нормальный следующий раз вот видите отличительные черта место где есть нормальный кофе это вот такая вот штучка называется она кофе-машина слушайте это фастфудочная яла это просто цирк уехала клоуны остались короче у них там вообще ни хрена не понятно то есть у них короче вот этот шашлык гриб значит стоят на улице потом дальше мороженое кофе будки потом собственно вот это вот большое здание в нем получается есть этаж второй и по-моему и на первом там типа где есть столики и есть как бы вот место где ты просто покупаешь как бы типа на вынос я решил купить там короче куфту мужской салат и самсы короче самсы просто прикольные какие-то они такие знаете вытянутые типа не такие как вот обычно типа там какие-то кругленькие квадратники а какие-то знаете вытянутые сейчас короче покажу короче вот такие вот вытянутые хреновины в они чё-то даже немножко порвались ну ладно я такой ладно короче стою жду во-первых блин фастфуд я ждал 20 минут ну я типа в ресторанах иногда быстрее приносят чем фастфуд ну ладно окей понимаю куфта все-таки мясное блюдо надо его готовить дальше я говорю сначала ушел то есть ну я думаю как бы ну я брал с собой думаю наверное там одноразовые приборы положили просто прикол в чем обычно заказываю домой там накидают этих одноразовых приборов вот просто я не знаю хоть домики из них строй потом здесь я смотрю нифига не положили зато зубочисток штук шесть наверное положили у меня же зубов как у акулы наверное я такой возвращаюсь говорю типа дайте пожалуйста одноразовую вилку он ушел ну как бы они во первых там только менеджер по-русски разговаривает остальные вообще никто просто не разговариваю то как бы ладно они обязаны как бы они узбеки окей все понятно мы там как-то объяснились разъяснились в общем он меня понял что мне нужна вилка он уходит притаскивает мне просто металлическую вилку ну как бы я не знаю типа ну 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 у меня нет слов короче говоря видимо сейчас я себе из зубочисток сделаю вилку и буду ей есть короче дом купца ахмадбека хаджи найти мне не удалось зато пока я его искал нашел какой-то отвратительный рынок точнее рынок может быть и не отвратительный а нормальный для кого-то ну для меня любой рынок отвратительный я не люблю рынки вот и тут недалеко еще от этого рынка есть вот экопарк нашел на карте решил посмотреть что тут за экопарк потому что там на этом рынке был еще как бы типа экобазар просто в ташкенте есть тоже и экопарк и экобазар здесь такой экобазар что как будто это просто это представили чтобы хипстеры какие-то к ним пошли гипотетически андижанские хипстеры прям даже не представляю как это выглядит ну допустим но экопарк по сравнению с ташкентским он тут такой достаточно маленький ой слушайте там что вода булькает не успели выключить что ли вот это да так не бывает вот такой пустовый водопад и типа вот такой еще водопад в виде просто трубы стекающий мостик пойдемте пойдемте так не сломается надеюсь не сломался прикольно слушайте я на острове давненько я на острове не был вот прям вот видите вокруг меня вода и два моста сейчас еще по одному пойду надеюсь он тоже не сломается вы знаете в ташкенте пару раз ел андижанское мороженое ну его так достаточно часто в принципе продавали вот и сюда ехал думал блин мороженое по хаваю андижанское прям в андижане но не тут то было на самом деле я еще когда вчера был в Коканде в какой-то фастфуд тоже покупал типа хот-дог и смотрю у них на табличке короче мороженое как я понял с каймаком либо с добавлением каймака либо на основе каймака короче я думаю о круто надо попробовать и в итоге я купил хот-дог я говорю типа мороженое есть он говорит нет он говорит типа холодно уже такой показывает трет там себе себя я такой в смысле на улице 20 плюс градусов и вы знаете это забавно в Узбекистане короче я вот заметил просто я к чему это рассказывал потому что здесь тоже нигде нету реально я хотел короче вот в этой яле там же есть еще вот эта вот будка с этим ну где кофе короче и мороженое там продается в итоге я купил кофе мороженое не купил потому что его там тоже не было я спросил мороженое типа нет нету все все типа какое мороженое ты что 2 ноября холодно холодно если что я вот ну типа вот я хожу в этой футболке хотя на самом деле я тут местных некоторых пуховяках видел Плюс 20. Ну, как-то вот так. Кстати, судя по всему, летом прям такой мощный, прикольный фонтан работает. Какая-то вот такая вот вот такая вот арка. И там он продолжается. Ну, сейчас ничего не работает. Вот тут тоже, кстати, спортивная площадка есть. Надо, правда, поменьше, чем в Ташкентском центральном. Хотя, знаете, тоже большая достаточно. Так вот, я заметил такую штуку в Узбекистане, в принципе. Что у них реально как будто все знаете по графику. Как-то раз в начале мая, прям в самом начале, ну, там числа пятого, допустим, жена ездила в такси. А было уже жарко. Ну, то есть жарко уже на самом деле было, наверное, в апреле. И, короче, приезжает таксист, она говорит, типа, включите кондиционер. Он говорит, типа, надо было в приложении указать, указать надо было кондиционер в приложении. И такая, в смысле, ну, он такой, ну, вот мы, говорит, по умолчанию с кондиционером начинаем ездить только 15 мая. Вот 15 мая, короче, ни раньше, ни позже ездим с кондиционером. И, по всей видимости, до 15 сентября. После 15 сентября они включают печку. Причем реально у меня как-то товарищ рассказывал, как они реально попали вот в такую вот историю, когда на улице было там, допустим, так же вот октябрь, на улице там плюс 25, они садятся в машину, в такси, а там просто натоплено, как, я не знаю, в бане. Они сидят, короче, а они в шортах, типа, знаете. Один из них просто, у него там ноги вспотели, он, говорит, из такси выходил, там просто сиденье, все мокрое. Это как-то очень интересно на самом деле. Ну, типа, прям непонятно. Ну, вот реально, как бы, я одеваюсь по погоде. Ну, вот, типа, я хожу в футболке, потому что на улице больше 20 градусов, как бы. Зачем мне надевать куртку? Ну, потому что в Питере летом не всегда бывает больше 20 градусов. Ну, как-то так. Поэтому мороженого нету. Не пожрет костик мороженого. Такие дела. Да, и дом купца этого я не нашел. Если кто-то знает, где он находится, напишите, пожалуйста, его локацию в комментариях или адрес какой-то. Потому что реально я много где по путеводителям, по Антижану встречал, типа, этот дом купца, короче. И, но нигде не было адреса. А в Яндексе, Яндекс его не ищет. Может быть, его нужно там как-то латиницей писать. Может быть, как-то по-другому. Потому что очень часто я вижу, допустим, в статьях в каких-то путеводителях одно название. А по факту, допустим, там, ну, немножко, допустим, изменена буква. Ну, банально, допустим, пример это Амира и Эмира. По факту, как бы. Или, например, вот, сейчас я еще скоро, возможно, сегодня или завтра поеду в Наманган. И там вот тоже, короче говоря, я тоже очень долго искал одно место. Ну, собственно, в следующем ролике про него скажу. Которое называется в всех путеводителях, там, короче, по-русски написано. А в Яндексе оно почему-то написано по-английски вообще, в принципе. Короче, как-то так. Короче, если знаете, где этот дом купца, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я его закреплю, чтобы люди смогли туда съездить. Видимо, я уже не смогу. Кстати, знаете, место, которое, вот, на мой взгляд, стоит посетить в Индежине. И оно достаточно приятно выглядит. Как бы это странно не звучало, но это на врус, мол. Почему? Потому что, ну, вот, посмотрите, он, типа, он сделан вот очень прикольно в стиле вот этой вот азиатской архитектуры со всеми этими узорами, орнаментами, вот этими какими-то рельефами вот этими различной формы, да, вот этой вот куполовидной, как бы. И еще раз повторюсь, вот эти узорчики прикольные, да. И на самом деле, лично мне вот очень нравится, когда делают так торговые центры под стать архитектурой того места, если есть, так скажем, ярко выраженная архитектура, вот, например, как галерея в Петербурге. Я, честно говоря, не очень много знаю таких центров, да, торговых центров. Я вот как раз знаю эту галерею, как бы, и вот теперь наброс, мол. И в галереи, я когда ее только увидел первый раз, я такой подумал, блин, круто сделали. Круто сделали то, что она выглядит, как бы, под стать вот старому центру Питера. И да, как бы, для людей, если кто смотрит из Петербурга, я прекрасно понимаю, что на месте галереи должно было быть кое-что другое. И когда строили галерею, попилили много денег. Я это прекрасно понимаю. Но в целом, галерея, она, конечно, она выглядит, на мой взгляд, очень круто. И вот, на Врусмол, вот теперь еще один такой вот, собственно, торговый центр, который можно к этому отнести. И, вы знаете, на мой взгляд, он еще и сделал достаточно прикольно. То есть, вот эти вот фонтаны, вот, кстати, вот здесь вот в центре, вот где я сейчас иду, здесь как раз должен быть фонтан, по идее, или это он работает. И вот там вот еще по бокам тоже есть фонтанчики. И почему я еще, говорю, прикольно сделал, потому что, знаете, он не выглядит, как какая-то декорация. Потому что, вот, вы знаете, такое часто бывает, что когда вот пытаются устроить вот такие, так скажем, под старину, под древность какие-то здания, но из, так скажем, современных материалок, ака из говна и палки, получается какая-то херня. Ну, то есть, вот ты реально смотришь, такой, типа, блин, как будто какая-то декорация, вот, ну, не более того, как будто вот для фильма, знаете, сделали. Так вот здесь нет, как бы здесь вот, в принципе, создается такое ощущение, ну, как бы вполне себе нормального здания. То есть, ну, нет, конечно, оно там его сравнивает, не знаю, с каким-нибудь Медросе Шерминор, или там, чем-нибудь таким, да, Медросе Мирзова Лукбека, например. Как бы, конечно, нет, но в целом, в целом, очень даже достойно, на мой взгляд. Вот, ну, а я, конечно, сейчас воспользуюсь случаем и пойду возьму кофе, потому что здесь как раз есть все абсолютно заведения, в которых можно купить нормальный кофе. Это и кофейня Бон, это и в Эндис там можно зайти, там кофе купить, можно в Киевси на крайний случай купить. Есть в Софье, как бы. Ну, я, скорее всего, либо в Софье, либо в Бон все-таки пойду, потому что там... А, тут даже и Элос тоже есть, вот там тоже можно нормальный кофе купить. Короче, прям рай. А еще тут есть вот такой чини-медведь. Это, по всей видимости, реклама от Вендис. Непонятно, правда, что рекларируют. А, пою в Софью. Ой, она еще на первом этаже. Шикарно! Решил немножко внутреннего убранства вам тоже показать. На мой взгляд, внутреннее убранство как-то, как будто чуть-чуть подскачало. Просто вот эти колонны выглядят. Как будто их не доделали. Просто навозюкали вот так вот. Ну, ладно. Что я прикапываюсь? Это просто... Это просто этот... Дизайн-код такой. Все. Вот встаньте. Вообще, как я говорю, ну, такой нормальный. Достаточно большой. Я, конечно, его весь не стал обходить, потому что нет у меня такой цели. Ну, ничего. Хороший. Мол. Так, осталось, по идее, у меня одно место, в которое я хотел в Ниджане заехать. Это крепость Кала. Вообще, понятия не имею, как она выглядит. Просто нашел, что она тут есть. И вроде даже в Яндексе ее можно найти. И поэтому... И поэтому я сейчас туда поеду. Так, крепость Кал-А. Походу, смотрите, да. Да, именно так. Крепость Кал-Твердый знак А. Произносится, наверное, Кал-А. Не Кала, не крепость Кала, а Кал-А. Хм, прикольная. Не то, чтобы прямо ого-го, но вполне себе угу-гу. Хм. А это там табличка висит. Интересно, в эти двери вообще можно зайти? Или хрен вам сумку? Мемориальный комплекс. Крепость. Просто крепость. Интересно. У меня такое ощущение, что закрыто. Ну да. Замок. Цепь и замок. Интересно. Какого рожна она закрыта? А. Да. Да. Прикол. Какой-то неприкольный прикол. График работы не указан. Судя по тому, что я вижу в Яндексе, эти ворота должны быть открыты. Да. Не, ну это, конечно, подстава-подстав. Вот подстава так подстава. Ой, что-то с Андижаном у меня как-то не ладится дела. Если честно, я прям сильно как-то разочарован и даже не знаю, что сказать. Ну, крепость-то за что закрыли? Вроде четверг на дворе. Время еще даже четырех, по-моему, нет. Ну да, без пяти четыре. Ту-у-у, да. Что-то как-то с утра не задался. Денек в Андижане. Но я немножко набрал. Я еще поеду еще в одно место езжу. Это музей бабура. Но это не тот музей бабура, который мы с вами уже видели и который на ремонте. Это другой. Надеюсь, он не на ремонте. Но вообще, честно говоря, меня там больше не музей интересует. Просто там на карте нарисовано, что там фуникулер есть не очень интересно куда он поднимается короче сейчас доедем туда глянем что там уж ты ну что музей бабура оказался очень прикольно локаций и на самом деле жаль правда что он похоже не работает потому что здесь похоже делают эту ну короче реставрацию реставрируют там плитку все это значит там собирают поднимают перекладывают красят короче короче ремонт проводят вот и обратите внимание кстати по поводу деревья желтые а розы красные до сих пор вот ну вообще вообще локация прикольная короче эти самое смешное то что я ехал сюда потому что короче я увидел фуникулер и только потом увидел что тут типа музей бабура по-моему так так непонятно их два вот но как сегодня выяснилось и один и другой реставрируют по сути вот я ехал сюда из-за фуникулера фуникулер не работает я поднялся почти до самого верха ну короче вот там вот я сейчас был только что наверху но это как бы но это как бы не совсем вверх не прям вверх-вверх фуникулер по идее туда куда дальше идет но вообще он никуда не идет он он стоит как бы замерзший и не едет никуда но другой стороны знаете я на него посмотрел а его по моему делали еще при советской власти то есть он такой не то чтобы прямо какой-то новый стильный модный молодежный выглядит он немножко страшненько вот вообще как бы сама локация вот этот музей я так понимаю что это музей выглядит очень круто и на самом деле я бы с удовольствием сходил во-первых время уже полпятого а во-вторых мне такое ощущение что он правда не работает вот потому что я много где видел улицы бабуру там парки бабуру и вот это вот все но буквально только сегодня я узнал что это основатель вот этих самых великих моголов интересно будет узнать ну я просто в принципе наверное там сам для себя чуть почитаю кто он такой был хотя бы в википедии банально вот а потом в принципе наверное да можно будет ходить какой-нибудь музей я думаю здесь не только 10 музей бабуру я думаю что где-то есть но здесь просто как бы он же здесь родился и жил поэтому было конечно интересно как-то так поеду сейчас на манган знаете у меня на самом деле от антижана остались очень спорные такие ощущения вроде бы с одной стороны город как бы прикольный ну типа нормальный город то есть не сказать что прям прям супер вау типа вау 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 нет блин реально просто все что-то с утра пошло не туда вообще не по тому месту реально сначала этот чувак блин в мечети меня там прогнал как бы за то что я там с камерой ходил причем непонятно почему знаете как бы я в этом плане не особо принципиальный человек но если мне говорят типа нельзя снимать ну окей как бы я не это мне не сложно но просто когда человек подходит просто говорит вы откуда я из России он такой говорит тут нельзя снимать ладно а почему он такой я не знаю ну блин хотя бы придумал бы что-нибудь там ну просто просто бред какой-то вот потом значит это кафешка которая типа быстрого питания но почему-то меня там во-первых долго обслуживали во вторых блин не дали просто столовых приборов одноразовых ну тоже как бы жесть какая-то ну и потом вот вот не работающая крепость до этого это это самое кал а типа непонятно почему она не работает может быть тоже типа закрыли ну все типа уже туристический сезон прошел у меня тут вопрос типа а все-таки когда средняя туристический сезон потому что мне все уши прожужжали тем что типа туристический сезон в средней азии очень типа самые вот самый кайф типа весна осень только осенью фонтаны отключены половина музеев не работает как бы и и и половина заведений кстати тоже потому что я допустим этом парке альшерного и видел как бы закрыты какие-то кафешки уже там полностью там типа все закрылись там какие-то еще там рядом с ним там тоже шел как бы было закрыто вот эти помощи и вот сюда сейчас тоже приезжаю. Тут фуникулер как бы тоже не работает. Я вообще не знаю. Может быть он летом не работает. Может он в принципе не работает. Потому что он такой не сильно новый. Ну пес его знает. Может и работает. Ну короче как-то так. В целом как бы вроде нормальный город, но осадочек как говорится остался. Пишите комментарии. Как вам, как вы вообще считаете. И напишите может быть кто-то в курсе по поводу туристического сезона в Средней Азии. Как это вообще работает. Вот. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»!